Аллилуйя 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 Моё сердце напоёт тебе Я славлю тебя, всемогущий Отец Я славлю тебя в этот вечер Аллилуйя Ты достоин славы Ты достоин чести Хвалите Господа Хвалите Господа Хвалите Господа Небес Хвалите Его Аллилуйя Слава 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 Вышли Богу На земле мир И в человеках благоволение Амин Аллилуйя Мы славим тебя Великий 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 Чудный Создатель Аллилуйя 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 Все дышащее Доброславит Господа Аллилуйя Подними к Нему Свои руки Закричи Господи Я жажду тебя Я жажду дух твой святой Я жажду познать тебя И твою силу Изливай свой святой дух на твою церковь Аллилуйя 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 Я буду славить тебя, Иисус Я буду славить тебя, мой Бог Я буду славить Тебя, Иисус 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 И я, мы стоим на пороге этой великой славы. Ты веришь в это? Славь его! О-о-о-о! Давай соединимся, Ванит Хор! О-о-о! 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 Слава вышли Богу! Вся хвала! О-о-о! О-о-о-о! О-о-о! О-о-о! Така Ега, Свой Господь, Свою ущи. О-о-о-о! О-о-о! 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 О-о-о-о! Мы славим тебя, мы славим тебя Аллилуйя, высок над всеми богами, Господь Хвалите, хвалите Бога небес Хвалите, хвалите, о, наш творец Создатель, вседержитель, он верит своему слову Ты вчера, ты сегодня, и ты вовеки дольше Твоя рука не сократилась, и мышца не ослабела Ты тот же, ты тот же, ты от начала сущий Ты праведный Господь, Альфа и Омега Верный, славный, великий Хвалите, хвалите Бога небес Хвалите, хвалите Бога небес Хвалите всех, в ком дыхании есть Хвалите, о, наш творец Хвалите, хвалите Бога небес Хвалите, хвалите Бога небес Хвалите всех, в ком дыхании есть Хвалите, о, наш творец 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 Аллилуйя, Аллилуйя, Богу хвала, Богу хвала. Аллилуйя, Хвалите, Хвалите Бога Небес, Хвалите, Хвалите Бога Небес, Хвалите всех, в ком дыхание есть. Хвалите, 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 Хвалите Бога Небес, Хвалите, Хвалите Бога Небес, Хвалите всех, в ком дыхание есть. Хвалите Бога Небес, 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 Хвалите Бога Неб Поехали! Все дышащее прославит себя Господь, вся земля, она пробудится к славе. Аллилуйя, 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И пойдут многие народы и скажут Придите и взойдем на гору Господню В дом Бога Яковлева И научит Он нас своим путям И будем ходить по стезям Его Ибо от Сиона выйдет закон И Слово Господне из Иерусалима Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Великую жатву смоли, Долины наполнятся, Да понизятся горы. Гряди, Господь, И оживет долина костей. Гряди, Господь, Мы ждем к Тебе наши взоры. Гряди, собрать, Великую жатву смоли, Долины наполнятся, Да понизятся горы. Гряди, Господь, Гряди, Господь, Гряди, Господь, Аллилуйя, пусть дух усыновления, дух сыновства, он пребудет через нас, в нас и через нас. Ты сказал, ты сказал, из чрева вашего будут течь эти реки жизни, реки жизни. Никто не сможет остановить, никакое время, никакие обстоятельства, никакие силы, никакие препятствия. Ничто не сможет остановить реки жизни, реки жизни. Ты дал жизни, все даю вам жизни, я есть в жизнь и воскресенье, жизнь и воскресенье, жизнь и воскресенье. Верующий в меня не умрет, но живет бракова арбегеша кафелея. О, да, нам это понимать, о, да, нам это зазнать. О, да, нам это понимать, о, да, нам это понимать, о, да, нам это не умрет. Аллилуйя, аллилуйя, слава, величайшая слава, да пребудет вовек. Аллилуйя, слава тебе, хвала тебе и честь тебе. Аллилуйя, аллилуйя, мы благословляем Тое Святое Имя, благослови нас в это время. Дух Святой, мы просим Тебе, говори к нашим сердцам. Возьми наши сердца, мы пленяем свое помышление о слушании Тебе, Дух Святой. Пусть, небесное Царство Твое, которое хочет открыться в нас, но будет проходить сквозь наши сердца беспрепятственно. Во имя Иисуса ты дал власть быть детьми Божьими. Слава Тебе, слава Тебе, спасибо Тебе за этот драгоценный подарок Жить Твоей святой жизнью Аллилуйя Хвала Тебе, честь и поклонение Тебе Аллилуйя, Аллилуйя, со славой Бога Аллилуйя Аллилуйя нашему Господу Аллилуйя Аллилуйя Иисус Господь, Амин Иисус Он Сын, Он Сын, Амин Очень рад всех приветствовать, друзья И это великая честь вообще быть на этом месте Поклоняться со всеми Вами Вообще, знаете, нет ничего на свете уже проверено Это не какая-то фантазия, не какие-то слова, вылеченные просто в воздух Нет ничего лучшего, чем быть в церкви Амин Ничего лучшего Поэтому ты и я, мы благословенные люди Даже намного больше, нежели мы понимаем себе Амин Аллилуйя, воздайте славу Господу Амин И давайте присядем Может быть на короткое время Аллилуйя Я сегодня хотел поделиться Во-первых, огромный привет хочу передать Из церкви города Солнечногорск Все вас любят, знают, уважают И ценят, как великий дар для тела Христова Аллилуйя И хотел, знаете, поделиться то, что Может быть уже и давно как бы тревожит мое сердце Ну и оно время от времени раскрывается в каждый момент По-разному или, так сказать, в дополнение Того откровения Хотел говорить Тема будет называться Христос как Сын в доме А Христос как Сын в доме Знаете, мы В своем представлении жизни мы можем ориентироваться Вернее, не можем, а мы все ориентируемся на что-то У нас есть какой-то фундамент жизни Может быть у кого-то, кто-то отталкивается от прошлого Это сразу говорю, неправильный вариант Потому что мы во Христе новое творение Я новое творение Все древнее прошло, теперь все новое И каждый день Бог творит все новое И даже мой вчерашний день, он обновляется со дня на день Амэн Даже мой сегодняшний день, он уже не такой, как вчера И когда я это понимаю Когда я это желаю понимать Во-первых, желаю понимать Не проживая так, как, знаете, есть ограниченная форма представления христианства Я покаялся, я спасен, аллилуйя Все, этого достаточно Этого недостаточно, потому что тогда бы и не было бы церкви Амэн Бог сотворил церковь, Бог ведет церковь Он говорит, я создам церковь Сегодня на семинаре очень четко это подчеркивалось Я создам церковь, амэн И врата ада не одолеют ее То есть никакое устройство сатаны Никакое устройство противоборствующих сил Оно не сможет одолеть Когда? Когда он создал церковь А что такое церковь? Это ты и я, амэн И это может быть, ну, такие, знаешь, для начальных классов доктрины Но я хочу с них начать как воспоминания Это как камни в нашей жизни, на которых мы строим основания Писание говорит, что мы как живые камни, из которых устрояется весь дом духовный Амэн И когда ты осознаешь, что ты этот живой камень Когда ты и я, мы понимаем, что мы подключены к небесам Не просто, как, я не знаю, какой-то бытовой прибор Который высвобождает энергетику, который может функционировать Это дай амэн Но Писание говорит о том, что И предупреждает нас, что некоторые будут Которые, говорит, не твоим ли именем мы бесов изгоняли Не твоим ли именем мы пророчествовали Мы чудеса делали Он говорит, я вас не знаю И я хотел поговорить о такой грани Которая в сердце Оно звучит как сыновство Я вижу на Как я сам пастор Я вижу людей, которые Они приходят У них где-то, может быть, в прошлом было что-то сломано Там По-разному У всех по-разному Кто-то там воспитывался в такой семье Кто-то там с одной мамой И по-разному, по-разному, по-разному И они внутри себя немного, как бы сказать Не могут до конца Богу доверять Не могут до конца послужить Что-то отдать Потому что у них где-то есть боль, предательство, обстоятельства Но я хочу сказать, что у каждого из нас абсолютно Абсолютно у каждого из нас Абсолютно у каждого из нас Мы рождены во грехе В той или иной степени Мы сломаны вчера Понимаете? Мы рождены уже во грехе Мы рождены, как бы подломаны В какой-то сфере И на это опираться нам нету смысла Что я вот так себя веду, потому что Я не говорю сейчас какие-то мотивационные вещи Я хочу, чтобы мы поняли Что мое основание в жизни Это Христос, умерший за меня и воскресший Амэн И мои какие-то вещи Когда я обижаюсь Когда я огорчаюсь Когда меня что-то давит Или какие-то обстоятельства Знаешь, мы разные проходим вещи Когда особенно ты в ответственности Тебя бывает, ну там Если можно так сказать, колбасит Так что тебе Слава Богу, если у тебя есть Крепкая, знаешь, такая Хватка молитвенная Где ты говоришь Господь, держи меня Во имя Иисуса Христа Амэн Слава Богу Потому что Это тебе и мне вообще Крайне необходимо Если мы думаем, что Мы что-то не дотягиваем Знаешь, как бы сказать Что с нами какие-то происходят вещи Какое-то давление Какие-то обстоятельства Как этот год показал Для кого-то Кого не спросишь О, такой тяжелый год Я не знаю Год как год Как бы Особо такого уж Ну, да, есть свои моменты Вот так вот Во внешнем виде Вот эти там маски Шмаски Все вот это Вот прочее Но В духовном смысле Я и раньше платил цену В духовном смысле В служении Мы и раньше проходили Определенный Узкий путь Амэн И поэтому Списывать Ну На тех Они такие-сякие Они плохо делают Они это Я тебе хочу сказать Такую вдохновляющую вещь Вещь Что Это и будет Главное, чтобы ты и я Осознавал Кто я Амэн Главное, чтобы ты и я Осознавал Что если я сын Если я сын И сын Не ориентирующийся На Сыновство Земное Слава Богу За наших родителей За папу Там За маму У кого-то просто за маму У кого-то По-разному Еще раз говорю Но это и то Не основание Не то основание На котором можно строить Себя внутри церкви Амэн Поэтому Бог и говорит Я создам церковь Если он говорит я То он отец И когда он Послал сына своего Именно Вот это Помазание Усыновления Сыновства Оно сошло на землю Амэн И уже Почему апостол Павел Говорит Вот теперь уже Не я живу А живет во мне Христос Он зажегся Он Он через трудные обстоятельства Он говорит Мне не хватит вам Даже времени Рассказывать Что со мной было И там несколько вещей Перечислил И он говорит Там и палками били И убивали И воскресший я Потом опять пошел И дальше проповедовал То есть И ты думаешь Вернее Логическое Человеческое мышление Будет задавать вопросы Я не понял Он под проблемами Может у него Не разрушенные проклятия были Может у него Какие-то Вещи там С которыми он борется Может какие-то там Дьявол на него Собак спустил Потому что у него Какие-то злые корни Еще были Я даже в это Вникать не хочу Потому что Писание Говорит О том Что тот Кто будет Желающий Исполнять Волю Божью Они будут Претерпевать Они будут Претерпевать Если я сегодня Поверю в иллюзионную Сказку Что я приду Ко Христу И у меня будет Все классно Это Если Знаешь В конечном итоге Это Дай амэн В земной жизни Я должен Это пройти Через Определенные Давления Которые будут Вытаскивать Из меня Сиротство Мы будучи Рождены Даже Даже в нормальной У кого-то В полноценной Семье Мы внутри Не знали Когда Отца Небесного Мы были Сиротами Мы были Как овцы Беспасторы Про которых Он смотрел На этот народ Иисус И прослезился Потому что Они были Как овцы Беспасторы У них были Семьи Они были Там Несколько братьев Несколько сестер Они там Занимались Хозяйством У них вроде бы Внешне все Классно было Но он на них Смотрел Что они Сироты Они Сироты Потому что Не знают Бога Амэн Поэтому Церковь Она очень Мощно Не то чтобы Даже помогает Только в ней И может Раскрыться Твое Сыновство И дочеринство Только в ней Только в Определенных Обстоятельствах Которые Знаешь Создаются В жизни Я хотел Немного Коснуться Примера Я недавно Проходил Такой этап Тоже Ну определенный Там Даже не сказать Что сложный Не сложный Больше такой Размышляющий То есть К чему это Почему это Ну что там Со мной Там И так далее И так далее И читаю Библию И где-то наткнулся На книгу Иова Думаю Я как у Иова Не хочу Бог Зачем мне вообще Эту книгу Показал Открывать Даже не хочу Сразу Что-то Начинает Это То есть А почему Я так не хочу Потому что Я уже был В определенной Прожарке Так скажем Потому что Мы уже Практическим путем Понимаем Что нам Придется Пройти И Я Тут же Осознаю И Богу говорю Бог Он уже Доказал Свою верность Мне это доказывать Уже Не надо Это Сто процентов Я в это верю И утверждаю Во имя Иисуса Христа Амин Если Иисус уже Доказал Свою верность Богу Отцу То тебе уже Не надо Идти на крест Амин Но мы Будем Проходить Свои Вот эти Обстоятельства Которые Как сказать Реалии Сегодняшнего дня Вызовы Сегодняшнего дня В них нам Придется Разбираться Где наша Плоть Говорит Где Бог Говорит Где обстоятельства Нас подталкивают На то Чтобы наоборот Мы еще стали Ближе к Богу Амин Поэтому Оно будет Ну может быть Грустно Для тебя быть Со слезами С молитвами С постами Но Когда читаешь Писание Ты понимаешь Что Бог Отличает Простой народ От сыновей Дочерей Вот Писание Говорит Блажен народ У которого Господь Есть Бог И мы можем Мыслить Глобально Как народ То есть Как Как коллектив Но как Священники Учили нас Что Мы колхозом Не зайдем В Царствие Божие Амин Коллективное Хозяйство Туда не заходит Туда заходят Сыновья И дочери И то же самое В каждом служении В каждом деле Божьем В каждом подходе Вообще И осознании Как я могу Послужить Богу Мы Мы можем Служить в команде Прославления Но это не значит Что Все Отдуются Я отстаюсь Ну Где-то в сторонке Пропущу Все будут Отдуваться Да То есть Я И даже Это не из-за того Что Порой Это не из-за лени Даже А из-за Отверженности Из-за того Что не знает Что он сын Не понимает Что он Находится В доме Своего Небесного Отца Понимаешь Когда ты Осознаешь Что отец Для тебя Сделал Что послал Сына своего И ты находишься В его доме И у тебя Внутренняя Вот эта вот Радость Спасения Внутреннее Желание Служить Оно выше Нежели твои Обстоятельства Оно выше Амэн Из-за недостатка Ведения Из-за недостатка Откровения Гибнет народ Он не может Войти в то состояние Которое Необходимо Я Знаешь Начал читать Иова И наткнулся Вот Пятая глава Там Человек Ему Говорит Не помню Его Не буду Искать Там вспоминать Взывай Если есть Отвечающий Тебе И кому Из святых Обратишься Ты Так Глупца Убивает Гневливость И несмысленно Губит Раздражительность Видел Я Как глупец Укореняется И тотчас Проклял Дом Его Дети Его далеки От счастья Их будут Бить у ворот И не будет Заступника Жатва Его Съест голодный И изотерна Возьмет ее Жаждущие Поглотят Имущество Его Так Не из праха Выходит горе И не из земли Вырастает беда Но человек Рождается На страдания Как истры Чтобы устремлять Вверх Наш Суждение Друга Иова Он знает Бога Причем По тем временам Он говорит О, у него проблемы Так он проклятый О, так он Ну, натворил делов Что-то перед Богом Его Что-то Давление какое-то И так далее Послушай Даже если Это и так То у него Есть Отец Небесный Который поведет Его своим путем Чтобы вытащить Его оттуда Амэн И Дальше Мне понравились Слова Знаешь Я аж прям Как Взорвался Внутри И он же Осознавая Вот эти вещи То есть В своем суждении Человеческом Якобы человек Вот что толку Я помню Как я пришел к Богу У меня был вопрос Вот зачем Человек рождается Ну логично Давай подумаем Зачем Зачем мы живем Ну чтобы жениться Чтобы рождать Ну и что Ну потом они вырастут Ну вот это вот И что дальше Вот смысл Ну и потом Ты постарел Там смотришь уже На дедушку Бабушку Прабабушку И смысл Они все эти грядочки Копают Там знаешь Картошку садят Думаешь Да Сто лет мне это надо Вот чтобы всю жизнь прожить Ну логично Я не знаю Как ты мыслил Может ты там Желал жить Прям сильно И так далее Ну я вроде бы и желал И спортом там занимался И так далее Но в определенный момент Мое мышление пришло Вот в чем логика Вообще существования Жизни Человека И вот Слушая это суждение Он говорит Человек рождается На страдания Вообще просто То есть Ну вырастет там Переходный возраст Все А потом крепиться начнет И Дальше он говорит Но я К Богу Обратился бы Амин Даже с таким суждением Понимает Что есть тупик Понимает Что когда все Трудно Когда все Надоело И нету сил идти Господа Прославить нужно Амин Он говорит Но я бы к Богу Обратился И предал Дело бы Мое Богу И начинает Перечислять Который творит Дела великие И неисследимые Чудные Без числа Он дает Дождь на лицо земли Посылает Воды на лицо полей Униженных Поставляет На высоту Седущие Возносятся Во спасение И 17 сих Говорит Блажен человек Которого Вразумляет Бог Потому что Наказание Вседержителя Не отвергай Ибо он Причиняет Раны И сам Обвязывает Их Он Поражает И его же Руки Врачуют В шести Бедок Спасет тебя И в седьмой Не коснется Тебя зло Амин Вот она Реальность Нашего С вами Сыновства И дочеринства Что Беды будут В шести Зло Не коснется Тебя И седьмого Вытащит Амин Вот она Реальность Зачем Мне Так сказать Внутри себя Депрессировать Что что-то Со мной Не то Что-то С миром Не то Да что это Такое Да почему Это давление Да почему Я вот Хотел Доброе дело Сделать С трассы Там улетел Тогда Я помню На машине Взмолился Господи Да почему Все так Это вроде бы Ну вообще Ничего не предвещало И вот Я помню Проходил здесь Этапы Такие смирения Знаешь Когда ты Сын Бог тебе поведет Этапами смирения Он 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 Иисуса Христа Повел Смирением То Не думай Что тебе Все Как блин По маслу Пройдет Потому что Он Ввел В Гефсиманию И он Говорит Может Минует Меня Чаще У него Насколько Было Власти Духа Он Вообще Рожден Не от Плоти Зачат От Духа Святого Но Вошел В тело Сопереживая С человечеством И то Говорит Мне не надо Этой Вот Этих Вещей Этой Прожарки Так скажем Я не могу Ну вернее Не могу Не хотел бы Этого Выдержать Но Понимаешь Сыновство Заговорило Но Есть противовес У сыновей Есть мощнейший Противовес У дочерей Есть мощнейший Противовес Он Говорит Если даже Вот Кто-то Ну там Подвел Кто-то ушел Кого-то мы потеряли По его причине По нашей Там И И даже тут Порой не разберешься Он Говорит Но Я Все равно Буду исполнять Волю твою Не моя воля Но твоя Да будет Амин Сыновство Включается Тогда Когда Не я Своей волей Кручу А когда Я Божью Волю Творю Есть определенный Такое Решение Внутри Нас Которое Мы должны Раз и навсегда Для себя Понять И окончательно И окончательно Применить Ты понимаешь Что ты Сползаешь На свою Волю Затаскивая Себя Обратно В его Волю Амин И у тебя Причем На это Есть Власть У тебя Есть Власть Как Давид Повелевал Душе Своей Славить Господа У тебя Есть Власть Повелевать Плоти Своей Встать На место В постоянное Отношение С ним Амин Осознанно Вначале Мы может быть Неосознанно Служим Где-то Даже не сказал бы На эмоциях Оно На духе Но Это вот как Очень классно Бог так все создал Мы смотрим на детей Ты спроси у него Зачем ты живешь Нашел Что спросить У него там В голове Игрушки Там Развитие Там С Давидом поговорил Он там роботы То-то-то У него Прикольно Прикрутить Открутить У него там Вчера на трамвае Проехал И под трамвай Вот так вот сел Аня говорит Ты что Он говорит Я смотрю Как он устроен То есть у него Понимаешь Ну в каком смысле Жизни с ним Вот сейчас вот И он в своем варится Ты так же Ко Христу пришел Ты вау Вот это Там Служение Мощное Вот здесь Дело такое Мы можем добрые дела делать Мы можем наркоманов спасать Мы можем То мы можем Это 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 Начинается Притирка Так скажем Отношений Каких-то Период Начинается Формирование Тебя Как сына Ты Порой не можешь Справиться И справиться Мы можем Только с Богом Амэн И справиться Мы можем Только убегая К нему Если мы Даже может быть Это не к вам Это вот просто В моей Как сказать В моем сердце В практике Которую я вижу Мое большое желание Что Чтобы люди понимали Что Наказание Не отвергает Здесь может быть Он причиняет раны Или я бы сказал Допускает Допускает раны Знаешь Есть параллельное место Это евреям 12 глава Когда апостол Павел Рассказывает О страданиях Различных Служителей И Предшедших До Нового Завета Людей Он говорит Прям с первого стиха Евреям 12 глава Первый стих Поэтому мы Имея вокруг себя Облако Свидетелей Свергнем себя Всякое бремя И запинающий Нас Грех И с терпением Будем проходить Предлежащее нам Поприще Взирая на Начальника И совершителя Веры Иисуса Который вместо Предлежащей ему Радости Претелпел Крест Пренебрегший Посрамление И воссел Одесную Престола Божьего Помыслите О претерпевшем Такое над собой Поругание От грешников Чтобы вам Не изнемочь И не ослабеть Душами вашими Вы еще Говорит Не до крови Сражались Подвязаясь Против греха И забыли Утешение Которое Предлагается Вам Как кому Как сынам Вы еще Вы помыслите О том Который Сына своего Единородного Отдал За тебя И он Пострадал По сравнению С его Страданиями Мы вообще Я не скажу Что ноль Но не тот Уровень Прохождения Страданий Амин И он говорит Помыслите О себе Чтобы вам Душами И жизнями Вашими Не ослабеть Когда люди Ослабевают Когда люди Отступают Когда люди Начинают Думать о том Что ну надо Мне в такую церковь Что-то очень тяжело Надо мне это Послушай Когда ты Прочитаешь Именно те слова И как откровение Они войдут тебе Что Огненного Искушения Не отвергай Говорит Радуйтесь Когда Впадаете В искушение Ты прям Понимаешь Когда Начинается Давление Ты понимаешь Что за этим Стоит Великое Благословение Ты понимаешь Что за этим Да Мы Не какие-то Ненормальные люди Любящие Там Наказание И потом Чтобы получить Награду Нет Мы Мы Не из Тех Амэн Мы Мы Просто Осознаем Как Бог Вводит В сыновство Тебя Из Человеческого Осознания В божественное Из Человеческой Твоей Судьбы Которую Ты сам Себе Придумал Нарисовал Может быть Мечтал Когда-то Когда Он Тебя Вводит В божью Судьбу И он Причем Не остановится В своих Намерениях Вот это Самое Главное Что Чем Раньше Мы Это Осознаем И Чем Раньше Будем Стремиться К Этим Изменениям А как Мы Можем Стремиться Это Не Дел Рук Человеческих Кое-какие Вещи Да От нас Зависит Даже И Немало Где-то 50 На 50 Смирение Зависит От Меня Божья Благодать И Власть И Сила И Покров Зависит От Него Амэн Я Не Могу Искусственно Его Привлечь Мы Порой Знаешь Можем Религиозно Даже Настолько Зафанатеть Просто Какими-то Слагами Или Словами Говорить Я призываю Кровь Иисуса Все у меня Нормально будет И пошел В карты Играть Образно говоря И К сожалению Люди В это верят В этот Бред Бог Если Тебя Ведет Путям Сыновства Он Тебя И Поведет До конца Амэн И Смотри Он Дальше Говорит Предлагается Вам Как Сын Сын Мой Не Пренебрегай Наказание Господне И Не Унывай Когда Он Обличает Тебя Ибо Господь Кого Любит Того Наказывает Бьет Жи Всякого Сына Которого Принимает Если Вы Терпите Наказание То Бог Поступает С вами Как Сынами Если Вы Терпите Давление Если Вы Терпите Искушение Какие-то Трудности В жизни То Бог С тобой Поступает Как Сыном То Бог Именно Поступает С тобой Как С Родным Своим Дальше Он Очень Мощно Раскрывает Он Говорит Если Не Так Если Остаетесь Без Наказания Которое Всем Общее В Миру Им Общее А не Без Наказания За Свою Правильность Они Во-первых Не Можут Жить Правильной Жизнью Мы Из Тех Людей А Не К Оскорблению Их А К Различению К Пониманию Что Происходит Когда Ты Стал Человеком Божьим Когда Ты Стал Человеком Церкви То есть Ты Из Вчерашнего Состояния Переходишь В Новое Творение И У тебя Происходят Какие-то Давления И у тебя Происходят Какие-то Определенные Обстоятельства Думаешь Нелогично Но Тут Не все По немецкой Логике Не все У Бога У меня вообще В начале Мозги Всегда кипели Что-то Нелогично Что-то Нелогично Я помню Даже не помню Уже обстоятельства Помню Взмолился Богу Говорю Бог Да почему Вот так Вот все И такое Внутри Побуждение Библию Читать Я читаю И там В одном месте Прям написано Это потому Что Бог твой Учит тебя Как отец Сына своего Я возрадовался Я просто Начал Скакать От радости У меня слезы бегут Счастье Что я сын Что вот эти все давления Они-то не из-за того Чтобы меня сломать Там И выкинуть куда-то Ой Не смог ты выстоять Слабак Иди отсюда Не так у Бога все Амэн Мы сами Не выстоим Мы выстоим Только держась за Бога Только осознавая Что Он Мой Отец И когда у меня обстоятельства Конечно Куда нам идти Обстоятельства Там что происходит Давление Какие-то Вещи Я не знаю Там Пандемия Не пандемия Какие-то Там Такие Знаете Срывы Там Система определенная И так далее Давление Там На спасение Людей На утверждение Ты что делаешь В этот момент Мы бежим Богу Молимся Амэн Мы разрушаем Царство тьмы Амэн Мы поститься Начинаем Ты думаешь Зачем это Вот страдание И что я вот так Всегда буду Ты должен это Полюбить Просто по одной Причине Потому что Без этого Ты не сын И все Просто по той Причине Что без этого Что ты не спасешься Он говорит Наказание Они не претерпевают Оно всем общее Они безнаказанно Они захотели Так ведут Свои дела Захотели Так себе ведут Да там Когда-то Может этот бумеранг Вернется Там не сразу Но Тут четко Он говорит Ибо Если какой сын Которого бы Не наказывал Отец Если же Остаетесь Без наказания Которого Все общие То вы Незаконные Дети А не сыны Притом Если мы Будучи наказами Плотскими Родителями Нашими Боялись Их То они Гораздо ли Более Должны Покориться Отцу Духов Чтобы жить Те наказывали Нас по своему Произволу Для немногих Дней Этот Отец Для пользы Чтобы нам Иметь Участие В святости Его Амин Когда ты Эти вещи Осознаешь То ты Не будешь Противиться Наказанию Ты не будешь Закусывать У дела Не покорюсь Знаешь Гордый варяг Или еще Какие-то там Убеждения Твои Какие-то понятия Тебе будут Там мешать Когда Как обычно Человеку Чтобы послужить Это там Что-то Ну Кого-то даже Там Накорми Да Там Когда мы Только Особенно Только Приходим У нас Понятие Мешает Там Кому-то Куртку Подать Там И так далее И отчет Из этих Что-ли Ну Которые Знаешь Прислуга Что-ли У тебя же Все Сразу Но Поверил В это Согласился Туда Пойти Раз Благословение Пришло Раз Сердце Расплавилось Раз Ты себя Не узнаешь Ты Смотришь Потом На себя Через Время И ты У меня Так было Я смотрю И осознаю Так я уже Не такой Как вчера И причем Это не от Меня Я не знаю Как это Произошло Я не знаю Даже Когда это Произошло Изменение Я просто Понимаю Что Бог Именно Делает Свою Работу И все Может В чем-то Я еще И мешаю Ему В чем-то Не до Конца Смиряюсь Или там Что-то Недопонимаю Потому что Мы не можем Смиряться Не понимая Да мы можем Быть в послушании Я имею ввиду Сейчас Индивидуальную Веру Веру Естественно Когда Бог строит Церковь Ставит Пастора Ты Смиряешься И получаешь Свои благословения Но есть вещи Когда тебе Лично Бог Что-то Горит И ты Откладываешь Или еще Что-то Потом И мы Не сможем Пройти Эту Всю Жизнь Только Лишь Сформированными Как бы Скать Только Лишь От Пастора Это Очень Важно Быть Пастором Послушаем Быть Служителем Послушаем Формироваться Вот это Чтобы Твое Смирение Возрастало Но есть Другое Осознание Другое Вот это Вот Принятие Неба В свою Жизнь Когда уже Причем Оно Одно Другому Не то Чтобы Не мешает Оно Дополняет Тогда у тебя Точно будут Одни мысли Уже С Богом С пастором С устройством Церкви У тебя будут Одни мысли Когда ты уже Не будешь Искать Своего Сироты Они ищут Своего Или Так сказать Те люди Которые Незаконные Дети Они говорят А какое у меня Наследство Я не знаю Я осознаю Что Мне вот От этих Отца Ничего и не Принадлежит И он начинает Своими усилиями 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 Так любой Грешный человек Даже рожденный Еще раз говорю В нормальной Семье В полноцене Он начинает Сам хвататься Сам что-то Вырывать Для себя Сам что-то Идти на компромисс С совестью С определенными вещами Кого-то Обижать Огорчать Но Бог Нас по-другому Создал Амэн Изначально Так не было Он нас создал Быть детьми Он нас создал Быть сыновьями И дочерми И дочерми И поэтому Апостол Павел Этот вкусил Он говорит К евреям Послание К евреям Это те Которые Дети Законные Даже Духовно Библейские Он говорит И дать Усыновление И когда Писание Дальше Почему апостолы Это вкусили И передали нам Слава Богу Таким доступным Языком Благодаря Духу Святому Что И мы Взываем К нему Аваочи Мы Взываем К нему Как именно К любимому Отцу То есть Если даже Я не берусь Сравнивать Это разные вещи Тут невозможно Сравнить Земного Отца И небесного Это просто Невозможно Если ты Нормальный Здравый человек Это Другие Ориентиры Другие Вещи Но Более Это тебя И привлекает И углубляет В отношениях С Богом Амэн Когда ты Осознаешь Что я Не раб Греха Я не раб Обстоятельств Я не раб Сиротства Я сын Я сын А сыну Бог Приготавливает Все Но как Нормальный Отец Даже если Прообразно Смотреть То Любой Отец Имеющий Свое Имение Он Доверяет Для развития Сыновьям И дочерям Амэн Доверяет Если сын Умножает Если дочь Умножает Он их еще Больше благословит С ними Радуется Он Закатывает Пиры Празднует Что-то Определенный Приходит В свое Время Приходит Тебе Награды От Бога Это оно И есть Оно Это заслуженное Или так сказать Мы даже Не заслужим Он Он любит Безусловий Любовь его Безусловий Но мы должны понять Что Формирование Нашего Истинного Сыновства Оно Через Обстоятельства Через Ситуации Через Время Нам кажется Ну все Я уже Покаялся Давай Я уже Как три года На честный Смотришь Как три года Верующий Он апостолу Три с половиной Года У них уже Все четко Было Посмотри Что у них Было Через Три с половиной Халлелю Амэн И они С великой Радостью Многие Даже до конца Дней своих Претерпевали Практически Все Они В то время Вообще И голод Претерпевали И казни Претерпевали Нам даже Это и не снилось Слава Богу Халлелю И они Четкой Уверенностью Говорили Что Всякое Наказание Дальше В одиннадцатом Стихе Говорит В настоящее Время Кажется Не радостью А печалью Но после Наученным Через Него Доставляет Мирный Плод Праведности Амэн Халлелю И тут же К евреям Последнее Место Третья Глава Шестом Стихе Говорится О Моисее Сначала Что Всякий Дом Устрояется Кем-либо А устроящий Все Есть Бог Говорится О доме Что Моисей Устроял Тот дом Ветхозаветного Служения Как служитель Для засвидетельства Того Что надлежало Возвестить И шестой Стих А Христос Как Сын В доме Его Амэн А дом же Его Мы Если 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 Только Дерзновение И Упование Которым Хвалимся Твердо Сохраним До Конца Поэтому Как говорит Дух Святой Ныне Когда Услышите Голос Его Не ожесточите Сердец Ваших Не ожесточите Когда Происходит Духом Святым Тебе Привлекает В какую-то Определенную Нагрузку Там Где Тебе Надо Будет С собой Распрощаться Что Такое Послушить Богу Это Распрощаться Со Своими Интересами В Пользу Интересов Божьих Амэн И Бог Будет Доводить Каждого До Этого Приводить В это Состояние Это Единственное Состояние Соответствующее Истинному Сыновству И Дочеринству Амэн И Когда Ты Уже Входишь В это Во всей Полноте Тогда Уже Знаешь У тебя Радость Приходит Когда Тебе Нужно Где-то Послужить Когда Тебе Нужно Что-то Послушаться Когда Тебе Нужно Кого-то Благословить Когда Тебе Нужно В чем-то Поучаствовать Святому У тебя Радость Приходит Ты Не наоборот Укрываясь Говоришь Да мне Некогда У меня Там И так Столько Дел Знаешь Когда Мне Еще Этим Делом Заниматься Пусть Вон Как Раньше Все Списали На Реабилитантов Да пусть Реабилитантов Им Делать Нечего Они Ты Свою Получат Награду Ты Не Переживай Вопрос Тебя Твоего Сыновства Твоего Дочеринства То что ты Вчера В том же состоянии Был Это не какой-то Краткосрочный Этап Знаешь Если бы я там Опирался бы на Вчерашние Изменения Своей Определенного Времени Короткого Реабилитации И сказал бы Все Я Все Как бы Все сделал Слава Богу Теперь живу Для себя То я бы Здесь бы не стоял Это точно Еще бы Жив Бы вообще Был Или нет Неизвестно Амин Поэтому Наше Осознание Того Что это На всю жизнь Оно Намного Больше Это Знаешь Это стимул Или так сказать Это решение Которое Оно Непоколебимое Когда ты осознаешь Что он в доме Он И дом же Него Мы То ты доверяешься Ему полностью Ты уже Ты уже осознаешь А куда нам идти Когда он спросил А может вы идете Вот давление начались Вот препятствия начались Все расходятся Говорят А Он наверное Как про его У него что-то проблемы У него вот это Вот это Я наверное пойду Понаблюдаю со стороны Иисус говорит Может и вы еще уйдете Апостол Петр четко понимал Что идти-то некуда Куда ты пойдешь Там все Там тьма Да ты можешь Проживешь даже Простую жизнь Как все Которым общая Ненаказанность За праведность А тебе Принадлежит Пройти поприще За праведность И за святость Амин Но самая-то Главная радость Что он И избавляет Нас из этого Он говорит Пойдешь Шесть Мест будет Плохих И седьмого Вырву тебя Не переживай Амин Если поведешь Долиной смертной тени Не убоишься Зла Почему Давид Это четко знал Потому что Он прилеплен был Как сын К отцу Он прилеплен был Он устраивал Если ему дали Доверенность Доверили вернее Заботиться о стадии Он с полной Ответственностью Это делал Доверили воевать Он с полной Ответственностью Это делал Доверили играть Он с полной Ответственностью Это делал Дух Божий Носился И изгонял бесов Амин Будь верен в мало И Бог поставит Нам многих Амин И поставил его царем И он в этом верен Поэтому Друзья Я хочу вас ободрить Мы В правильное время живем И в правильном месте Амин И не тебе надо было решать Когда тебе родиться Когда там тебе не родиться Как тебе прожить эту жизнь В каком городе тебе прожить В каких обстоятельствах Которые ты себе нарисовал Что это что-то не по программе пошло По чьей программе Спроси у Бога Какие-то может быть программы и левые Как Он говорит Шесть злых вещей придет Ну и даже и седьмого вырву Амин Поэтому Аллелюя Давайте поклоняться Ему Амин Он настоящий отец А мы сыновья и дочери Господь Мы хотим познать тебя Как сыновья Как дочери Мы знаем Что не все будет так Как сегодняшний день Все обстоятельства пройдем Все то Что принадлежит нам Пронесем Славим тебя Поклоняемся тебе Любим тебя Отец наш Иисус Иисус спасибо тебе Что ты пришел на эту землю Умолил себя Став как человек Чтобы поместить в нас это сыновство Чтобы уходя высвободить Этот дух усыновления Усыновления неба Усыновления неба Усыновления царствия Божьего В наших жизнях В жизнях наших близких Наших дальних Во имя Иисуса Христа Во всему лесу земли Где не ступят ноги наши Да будет дух усыновления Дух усыновления Дух усыновления Сделай, что ты хочешь, Господь Веди нас Теми путями Которые утверждают Наши сыновства Во имя Иисуса Христа Не дай нам перегоречь Не дай нам быть обманутыми От сатаны Во имя Иисуса Христа Разоблачай всегда Огнем своим Огнем И властью неба Разоблачай Разоблачай лукаво Во имя Иисуса Христа Аллилуйя Мы наступаем По всю силу врачу Той властью Которой ты доверил Сыновьям Аллилуйя Ты дал власть Быть чечным Божьим Разоблачай И в имя Иисуса Христа Свергаем С тебя всякое время лжи Всякое время мира Всякое время обстоятельств За имя Иисуса Христа Завтра солнце на небе Засветит не так Лунный свет превратится В кровавую тень А грешную землю Окутает брак Всей царь твой грядет Грядет с облаками Иисус Он вернется Вернется за нами В луны свет превратится В кровавую тень А чушьи Господа Скажут в тот день Вот Бог, на которого мы уповали Сражались, падали, снова вставали Мы шли за тобою Туда хрен не ждали Сквозь полон Сквозь злой и дали Все царь твой грядет с облаками И узрят народы земли Суды над землими богами И духи невеста Сзываю для них Аллилуйя Там не будет страданий Плачет слез Окруженный в сиянии Навстречу выйдет Христос И во сновение Бога При последней трубе Как рассвет от востока Он вернется в тебе Семь царь твой грядет Идет с облаками Иисус, он вернется Вернется за нами В луны свет превратится В кровавую тень А чушьи Господа Скажут в тот день Во, Боже, на которого мы Упопали, сражались Богами снова сорвали Мы шли за тобою Туда не не ждали Сквозь пола, сквозь злой и дожди Сердце твое грядет с облаками И устрят народы земли Суды над земными пограми И духи небеса взрывают гряди Его шаги уже смущи Поменьше солнце свет лубит Уможай, кто слышит трудный зон Кто жениха встречать готов Его любовь разрушится Он слетит нас на облака Прощай, земля, вон старый дом Кто слабый день Он слетит нас на облака Которого мы уповали Сражались, падали Снова вставали Пришли за тобою Туда, где не ждали Свой холод Сквозь злой и дожди Сердце твое грядет с облаками И устрят народы земли Суды над земными пограми И духи небеса взрывают гряди Небеса Манят и ждут меня Небеса С каждым днем С каждым днем Родней и ближе Небеса С каждым днем С зарево нового дня Я, Господа Грядущего вижу Небеса Грядущего вижу Манят и ждут меня Небеса С каждым днем Родней и ближе Небеса Небеса С каждым днем С каждым днем С каждым днем Родней и ближе Небеса С каждым днем Родней и ближе Родней и ближе Небеса С зарево нового дня Я, Господа Грядущего Родней и ближе Небеса С каждым днем Родней и ближе 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 Субтитры создавал DimaTorzok Слава Господня! Слава Господня! Зашла надо мной! Слава Господня! Слава Господня! Слава Господня! Слава Господня! Я хочу закончить это служение, открыв одно место. Это книга Судьи. Книга Судьи, 3 глава. Слава Господня! Для чего? Написано, чтобы искушать ими, израильтян, сынов своих. Всех, которые не знали о всех войнах ханаанских. Для того только, чтобы знали и учились в войне последующие роды сынов израилевых, которые прежде не знали ее. Это место нам показывает характер Отца. Если мы хотим избежать войны, имеется здесь война в духе. Если мы хотим обойти свой крест, мы не сможем. О чем сегодня было слово о сыновстве, о всякого сына он учит, всякого сына он наказывает, всякого сына проводит через Голгофу, через крест. Всякий сын будет научен в войне. В войне со своей плотью. Если ты сын Божий, ты победишь плоть. Если ты сын Божий, тогда твой дух победит твою плоть. Ты будешь научен в войне. Вот почему сыновья Божьи встречаются с трудностью. В заключении той проповеди, которую говорил Александр, я хотел бы сказать одну фразу. Мы все, как крестьяне, мы любим конец. Это там, где написано, что придет Христос. Это там, где написано, что мы попадем в Царство Божие. Это там, где написано, что мы будем уже вечно жить с Ним. И мы как-то вот неохотно проживаем всю свою жизнь на этой земле. Нам нравится конец. Но я вам хочу сказать, что нам нужно полюбить процесс. И когда мы полюбим процесс, нам легче будет двигаться по этой земле. И вот Господь говорит, Он говорит, что Он, именно Он, Сам Господь, Именно Он своей рукой оставил некоторые народы, чтобы ими искушать свой народ. Для чего? Чтобы они учились в войне. Мне сразу на память приходит это место, где Сам Иисус Христос. Он говорит, я пришел на эту землю не чтобы мир принести, но меч. Мне сразу приходит на память то место, когда у Давида были помощники, которых отметил Бог как верных. Один из них написано, брал меч. И Он бился этим мечом от ранней зари до поздней ночи. У Него написано, меч прилип к руке. Меч стал одним целым с рукой. Меч стал дополнением Его руки. Куда не могла достать рука доставал меч. И вот Христос говорит, что я пришел на эту землю не чтобы мир принести, но меч. Имеется в виду, что Он хочет, чтобы мы вот эти все искушения, о которых говорит здесь Писание. Все народы, которые принесли искушения, они должны научить нас к битве, подвести нас к битве и научить нас биться, научить нас побеждать. Они должны научить нас переводить нас же на новый уровень, чтобы мы побеждали свою плоть, побеждали свою лень, побеждали свою какую-то вот тупость, ограничение, побеждали свои какие-то твердыни, гордыню, побеждали все это плотское, все это греховное, все это проклятое, чтобы мы переходили на новый уровень. Сам Господь это делает. Поэтому соглашайся. Сам соглашайся. Лучше, когда мы сами согласимся и скажем, Господь веди нас, как сыновей, на этом поле брани духовной, веди нас и измени нас, измени нас и вложи в нашу руку меч. Аллилуйя! Который бы прилив к нашей руке, чтобы мы стали этими духовными войнами, чтобы мы нападали на врага. Не они нападали на нас, а мы нападали на врага! Мы нападали на гордость! Мы нападали на тщеславие! Мы нападали на скупость! Мы нападали на ложь! Мы нападали на проклятие! Во имя Иисуса Христа! Мы нападали на ночь! Мы нападали на стрелки! И нападали на божьи! Это наша судьба! Быть вооруженными истиною И нападать на врага Во имя Иисуса Подними его из текри Нападай на свою проблему Нападай на свою болезнь Нападай Возьми слово Боге Который, как меч, обоюдо острый И нападай на все свои искушения Открываю Счетливо на холла на дьер Счетливо на холла на дьер Счетливо на холла на дьер Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Что все, кто не знали, что такое война Они, говорят, будут вовлечены в нее Поэтому мы все пойдем туда И мы там должны быть вооружены И мы должны побеждать Во имя Иисуса Христа Это и есть совет с Богом Господь говорит, проведу через огонь Огонь не обожжет тебя Проведу, говорит, через потоп Потоп не потопит тебя Это и есть совет с Богом Ты думал, заключишь совет с Богом И начнется спокойная, размеренная жизнь Господь говорит, нет Будут дуть ветры Но если ты свой дом построишь на камне Он устоит Давление ветра будет, но дом устоит Кто построит дом без основания Без Христа Без Слова Божьего Ветры сломаются И мы сегодня смотрим Жизнь ломается Семьи ломаются Судьбы ломаются Но тот, кто основывает свою жизнь На камне Краеугольном камне На Иисусе Христе Он стоит Во имя Иисуса Аллилуйя Поэтому мы будем стоять и возвещать Дела Господни Будем стоять и проповедовать Евангелие Во имя Иисуса Аллилуйя Давайте воздадим Богу славу На то, что Он дает нам меч Дает нам силу Дает нам победу Дает нам возможность Аллилуйя 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 Знаете Кто из вас любит смотреть Какие-то вот эти вот знаешь Исторические фильмы Про сражения Про победы Про восстание Раз Два Три Не все, да? Вы в основном комедии любите, да? Мелодрамы Где вот посмеяться Отдохнуть Ну вот каждый, видать Под свой внутренний мир И выбирает Возможно Но мне вспоминается один фильм Мне нравятся фильмы, которые Про сражения Про победы И один из фильмов Это 300 спартанцев И там был один отверженный Помните, нет? Смотрели? Отверженный Который Который впоследствии Сдал их всех Открыл Путь Для их врагов Точно Со спины Или в спину Удар был в спину Неожиданный И это был один из них Один из Спартанцев Просто он Он был отверженный Понимаешь В чем проблема Если ты Не станешь Частью Спартанцев Если ты не станешь Частью Церкви То так или иначе Дьявол Вложит в твое сердце Отверженность И потом Жизнь поставит Перед выбором Когда Он предал И завел Этих врагов Против своих же братьев Своих же братьев Они все были убиты До одного Но мы понимаем Кровь их На его руках Поэтому Наша задача Стать целым Церковь Должна быть Целостной В Писании В священном Написано В книге Деяний Никто Из посторонних Не мог Пристать К ним Никто Кто бы Не пытался Пристать Из посторонних К церкви Удалялся Некоторые люди Уходят из церкви На ваших глазах Я не буду сейчас Называть фамилии Слов Вы и так понимаете Про кого я говорю Некоторые люди Уходят из церкви И думают Что это они Приняли решение А Писание говорит Никто из посторонних Не мог Пристать К церкви Не могли Стать Частью Церкови Не могли Стать Единым Этим Целым Во Христе Потому что Церковь Есть тело Христа Это не просто Организация Мы сегодня Днем Разбирали Эти понятия Организация Самоорганизованность Или Организация Вот церковь Это тело Это не Организация Это тело Это больше Чем Организация И вот Господь Он будет Собирать Нас Или вернее Он собрал Нас А вот Наша задача Как задача Каждой клетки Внутри нас Вы знаете Об этом Что задача Каждой клетки Внутри нас Внутри тебя Внутри меня Задача Каждой клетки Работать На тело Если клетка Перестает Работать На тело Это бунт Внутри человека И от этого Начинается Болезнь Самая распространенная Болезнь Которая Начинается От того Когда клетка Начинает Воевать Против клетки Это рак Я правильно Говорю? Это рак Раковая опухоль Когда клетка Внутри нас Начинает Воевать Со своими же клетками И вот Подобная Картина На более Глобальном Уже Или масштабном Уровне На уровне Тела Христа То есть Вот тело Одного человека А вот тело Господа Церковь И вот Поэтому Кто-то говорит Ну Знаете Я вот Как-то Не нашел Себя Ну вот Клетки Рождаются В нас Внутри И они Как-то Находят Там Чем им Заниматься Внутри Нашего Тела Во всяком Случа Так должно Быть Каждая клетка Каждого Органа Она должна Работать На тело Тогда Все В порядке Ты Здоров Амэн Когда Мы Все Как Прикажане Одной Церкви Тело Христово Трудимся На тело Христово Трудимся Для Господа Нашего Трудимся Для Дела Божьего Тогда Церковь Здорово Амэн И не Позволяй Никакой Гангремии Никакой Опухоли Никакому Раку Изменить Вот это Здоровое Состояние Не Позволяй Чтобы Какая-то Мысль Знаешь Как Библия Говорит Что Мысли Как Перелетные Птицы Кружат Над головой Человек Не Позволяй Написано Чтобы Эти Птицы Свили На голове Что Гнездо Написано Потому Когда Совьют Гнездо Эти Мысли Потом Отложат Яйца Потом Вылупятся Птенцы Потом Будет Большая Проблема Поэтому Как Только Ты Слышишь Эти Мысли Видишь Эти Мысли Мотивы Понимаешь Откуда Они Отгоняй Бери Меч У тебя Есть Меч И Начинай Отгонять Помните Когда Авраам Приносил Жертву Богу Написано Расек Тельца Пополам Разложил Перед Господом Эту Жертву И Написано Хищные Птицы Начали Кружить Желая Клевать Эту Жертву Написано Авраам Что Сделал Помнит Кто Нет Отгонял Он Взял Жезл И Отгонял Этих Хищных Птиц Вот Так Мы Должны Отгонять Все Что Посылает Нам Сатана Воевать Против Тела Христа Воевать Против Друг Друг Друга Воевать Против Завета Мы Должны Отгонять По Имя Иисуса У нас Должен Будь Меч Который Есть Слово Божье Слово Божье Есть Меч Обоюдо Острый И этот Меч Должен Соединиться С нашей Рукой А мы Должны Соединиться С ним Он Должен Прилипнуть К нашей Руке Должен Стать Частью Нашей Руки Дополнением Нашим Чтобы мы Уже Обладевали Новыми Территориями Во имя Иисуса Христа Вот Такие Служения Начинаются В начале Года Воскресенье Было Прекрасное Служение Молитвенное Незапланированное Или Вернее По Дуновению Духом Святым Как-то Господь Нас Так Вел Сегодня Тоже Прекрасное Служение И Господь Переводит Церковь Сегодня Был И мыслительный Процесс Днем Сегодня Вечером Духовная Пища Господь Готовит Церковь Укрепляет Церковь Церковь Должна Формировать Будущее Послушай Каждый Из нас Давайте Мы Обратимся К Священному Писанию Что говорит нам Господь Матфея 28 20 Что говорит нам Господь Кто помнит И так Идите По всему Миру И научите Говорит Все Это творение Божье Научите Их Научите Их Всему тому Говорит Что вы Слышали От меня Всему тому Что я вас Научил Научите Их Крестья Во имя Отца И Сына И Святого Духа И я Говорит С вами До Скончания Века Амэн То есть Господь Ставит Перед церковью Задачу У нас Должна Стоять Задача На этот Год На ближайшие 5 лет На ближайшие 10 лет Я говорю Сегодня Слушаешь Программы Там же Мир Готовят Готовят Программы Проекты На ближайшие 50 лет Они уже Готовят Проект Что будет В 2050 Году Что будет В 2100 Году У них Все Поэтапно Расписано Киборды Киборды Люди На половину Роботы И все Остальное Но где В этом Во всем Церковь Как Церковь Будет Влиять Как Церковь Будет Проповедовать Как Церковь Принесет Креста В это Общество Общество Хочет Исключить Креста А нам Нужно Принести Туда Креста И вот Мы как Церковь Должны Молиться Об этом Размышлять Об этом Мы должны Молиться Богу Бог Мы Хотим Быть Частью Пробуждение Последнего На этой Земле Мы хотим Стать Частью Той Церкви Которая Будет Возглавляема Духом Святым В это Последнее Время Мы хотим Иметь Ведение От тебя Мы хотим Иметь Силу От тебя Знаешь Как Многие Церкви Они как Будто Бы Оставились Прошлым К примеру Православной Церкви Там 200 лет Назад 300 лет Назад Были Те же Самые Обряды Одежды И формат Служения Которые Сегодня Как будто В прошлом То есть Весь мир Двинулся Как будто В прошлом Остались Братья Наши Из протестантов Я имею ввиду Баптисты Пятидесятники Незарегистрированные Те 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 Которые В прошлом Столетии Пятьдесят Семьдесят Лет Назад Были Гонимы Благословенные Братья Которые Сидели За Слово Божь Которые Вели Церковь Подполье Но Время Изменилось И в девяностых Годах Когда церковь Вышла Из подполья Братья Не вышли Братья Так и Остались Там И они До сих пор Там Подполье И до сих пор Не регистрируются А мы Говорим Что церковь Должна Влиять Церковь Должна Осолять Церковь Должна Светить Христос Говорит Нельзя Взять Светильник И поставить Его Под стол Или Под кровать Накрыть Чем-то Светильник Должен Высоко Быть Поднят В доме Чтобы Светить Так вот Церковь Это Светильник Миру А дьявол Хочет Поставить Этот Светильник Под кровать Под стол Закрыть Чем-то Чтобы этот Свет Не мешал Ему В этой Тьме А наша Задача Молиться Господь Сделай Свет В церкви Еще Ярче Сделай Наши Молитвы Еще Более Горячими Сделай Наш Ум Еще Более Ясным Чтобы мы Слышали Твой Голос Понимали Что Церковь Должна Сделать В это Последнее Время Неужели Задача Церкви В последнее Время Заключается В том Чтобы Приходить По воскресеньям На собрание Неужели Это и есть Задача Церкви Это Абсурд Это Ложь Которую Дьявол Навязал Церкви Что задача Христиан Приходить По воскресеньям В церковь Галочка Был Галочка Был А если не был Пастор звонит Почему не было Буду пастор На следующем воскресенье Как штык Буду Это не задача Церкви Задача церкви Это проповедовать Евангелие Это принести Пробуждение Это показать Миру Христа Во имя Иисуса Христа Амин Поэтому мы Должны Об этом Размышлять Молиться И вопрошать Бога Я благословляю Вас Мы Переходим На какой-то Совершенно Новый уровень Новый Рубеж Где Совершенно По-другому Я верю Что будут Открыты Небеса На церкви Господь Будет Говорить К тем Кто готов Будет Слышать Вы помните Самуила Он был Еще подростком Но Господь Начал Говорить С ним Почему Он начал Говорить С ним Кто Может Сказать Почему Он начал Говорить Скажите Братья Ну Говори Ну Говори Сердце Говори Говори Помните Он написано В храме Жил Там где Ковчег Он Избрал себе Место Жительства Там где Ковчег Он был готов Слышать Слышишь Алексей Ну Ты же готов Слышать Это Подтверждение Он Избрал себе Место Жительства Где Ковчег Смотришь на Христиан На некоторых Они говорят Я подальше От ответственности Я подальше От Ковчега Я подальше От Моисея От Пастора Я подальше А этот Избрал Где Ковчег Этот Избрал Где Святилище Этот Избрал Где Илия Был И Бог Видя Это Состояние Сердца Начал Говорить С ним Потом Христиане Удивляются Почему Бог Со мной Не Говорит Почему Тайны Не Открывает Почему Библия Обо Всем Говорит Почему То Или И И Происходит Будь Там Где Ковчег Будь Там Где Моисей Будь Там Где Или Будь Там Где Бог И Господь Благословит Во Имя Иисуса Христа Амин С Миром Божьим Спасибо Большое Александр Левиты Музыканты 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 Музыканты